добрый день дорогие друзья с вами артмастер марианна я очень рада приветствовать вас на своем канале и сегодня мы с вами начнем плести вот такую вот фруктовницу мастер-класс полностью отснят и ближайшее время я буду его постепенно монтировать и выкладывать как и это обычно делаю немножечко про фруктовницу она сплетена бусинами по 10 миллиметров они это квадратные бусины и леска 0 7 миллиметра сколько в этой фруктовнице бусин я напишу под под видео потому что прямо сейчас у меня нет этой информации еще не считала но поскольку этот вопрос часто задается конечно я посчитаю сколько нужно бусин на эту фруктовницу и сообщу об этом в описании еще я хочу сказать что после того как мы сплетем вот эту вот фруктовницу мы сплетем следующим мастер-классом мы сплетем к ней ногу поэтому те части фруктовнице которые вы увидите сейчас это так сказать несколько частей первой части потом будет еще несколько частей ноги фруктовнице еще я хотела бы добавить пару слов по поводу ноги этой самой волшебной фруктовнице вот здесь вы видите желтые бусины и вам нужно постараться сделать так чтобы ни в одной из этих бусин не было петельного переплетения поскольку я подобные вещи плету петлей потому что это очень удобный способ плетения на леску а нам нужно будет потом ногу выращивать да то есть там где есть петля в бусине туда обычно очень сложно попасть какой-то леской следующий вот а нам нужно будет потом вот к этой вот вот к этим вот желтым бусинам при плетаться поэтому я скажу об этом позже конечно когда мы дойдем до этого до этого шестиугольника желтенького но я хочу вас заранее об этом предупредить чтобы вы об этом помнили если вдруг вы уже поняли как это сплести сами то плетите без меня конечно же но помните о том что продолжение в продолжение вам нужно будет приплетаться вот к этим вот желтым желтеньким бусинкам поэтому там не должны быть петель ну все давайте начинать плести я взяла длиннющий кусок лески я думаю что он около двух метров как обычно я сравниваю две лески вот мои бусины и так в первом звене я набираю шесть бусин соединяю два хвоста отправляю мои бусинки на центр лески и как обычно делаю петлю одной из лесок я окручиваю вторую леску и хвост этой лески я возвращаю ту бусину из которой этот хвост вышел таким образом у меня получается петелька пока что все как обычно так и будет достаточно долго теперь на правую леску я набираю 5 бусин 6 бусина у меня уже есть она сейчас на леске 1 2 3 4 5 5 бусин правая леска возвращается в последнюю набранную бусину я делаю петлю и затягиваю петлю вовнутрь в бусину левая леска проходит сквозь соседнюю прилегающую бусинку соседнюю с рабочей бусиной рабочей бусиной называется та бусина в которой в данный момент у меня расположено мое соединение я так сказать ввожу понятие теперь у меня на леске две бусины и я набираю еще четыре бусины на правую леску делаю петлю в последней набранной бусинке в эту петельку подцепляю левую леску и затягиваю свое соединение в бусину вот так теперь левую леску я отправляю в соседнюю прилегающую бусину с левой стороны а на правую леску набираю еще четыре бусины делаю петельку как обычно петельку у меня с правой стороны в эту петельку я отправила левую бусину в левую леску и затягиваю соединение вовнутрь в бусину и продолжаю точно так же левая леска в соседнюю прилегающую бусину вот так это выглядит итак на правую леску я снова набираю четыре бусины делаю петельку последней набранной бусине я подцепила я подцепила левую леску и как обычно отправила соединение бусину в рабочую теперь левая леска снова подцепляет соседнюю бусину и снова на правую леску набираем четыре бусины петельку подхватываем левую леску и теперь на левую леску мы подбираем две соседние прилегающие бусины потому что мы закончили прошли по кругу вот эти вот две раз и два теперь на правую леску я набираю только три бусины а остальное точно так же петелька на правой леске петельку мы отправляем в соседнюю левую бусину вот у нас получился шестиугольничек это у нас получился второй ряд первым рядом я считаю первое звено второй ряд это ряд вокруг первого звена теперь мы будем плести третий ряд левая леска проходит сквозь соседнюю прилегающую бусинку прежде чем продолжить я хочу рассказать вам про один маленький нюанс который вы должны знать и за которым вы должны будете проследить сами как я уже говорила вот по краю вот этой вот желтой линии мы будем в дальнейшем выращивать ножку в нашей фруктовнице и для нас очень важно чтобы вот в этих вот бусинах по краю этого желтого пятна не было соединений в виде петли я сейчас буду следить за этим в процессе плетения и вы будете в дальнейшем следить за этим самостоятельно я просто на всякий случай вас предупреждаю чтобы вы об этом помнили потому что если здесь в какой-нибудь из бусин будет петля вам потом будет если у вас леска толстая вам потом будет очень сложно в эти бусины попадать еще раз леской и еще один момент в связи с тем что я плела сейчас по кругу у меня лески должны стать разного размера и если я продолжу плести в ту же сторону то у меня одна из лесок будет быстрее становится меньше чем другая и для того чтобы это предотвратить я просто переворачиваю свое изделие и таким образом правая леска у меня становится левой а левая правой естественно вы скорее всего уже забыли какая была левая какая правая поэтому я вам скажу проще та леска которая длиннее должна стать правой и так я надеюсь вы разобрались какая у вас леска длиннее какая короче все поменяли местами теперь ваша правая леска та которая длиннее левая та которая короче и на правую леску я набираю 4 бусины 4 потому что две бусины на леске у меня уже есть одну розовую я набираю две желтые и еще одну розовую и в розовой бусине я делаю как обычно переплетение и на левую леску я снова подхватываю соседнюю бусинку так теперь у меня на леске снова две бусины и на правую леску я набираю 4 бусины только теперь три из них будут желтыми и одна розовая отлично как обычно петелька подхватываем левую делаем соединение бусине и теперь на левую леску я подхватываю две соседние бусины вот они подряд идут так протаскиваю левую леску через эти две бусины давайте посмотрим вот у меня на леске три бусины и на правую леску я набираю три бусины две желтые и одну розовую делаю петельку в розовой бусине отлично отлично теперь на левую леску я подцепляю снова одну соседнюю бусину потому что сейчас мы находимся на углу нашего шестиугольника таким образом на леске у нас сейчас две бусины и нам нужно добрать еще четыре и мы добираем три желтые бусины и одну розовую в розовую делаем петельку ссорится на левую бусину мы подбираем две соседние бусины так как мы находимся на стороне шестиугольников не хочет пролезать две сразу протянем по одной снова на леске три бусины набираем еще три две розовые две желтые и одну розовую выбираем только одну соседнюю и теперь набираем четыре бусины три желтые одну розовую и и и и и 2 соседние бусины подбираем и набираем 3 бусины 2 желтые, 1 розовую 2 соседние бусины подбираем выбираем одну соседнюю и набираем 4 бусины 3 желтые и 1 розовую 2 соседние бусины подбираем 4 бусины подбираем 4 бусины подбираем 4 бусины подбираем и клеим 4 бусины подбираем И снова подбираем две соседние левые бусины. И снова подбираем две соседние лепестки. Набираем снова три бусины. И снова подбираем две соседние лепестки. На левую леску подхватываем одну соседнюю бусину. И снова подбираем четыре. Музыка. 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 На левую леску две соседние бусины подбираем. Музыка. 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 Убираем 3 бусины. Теперь у нас последнее звено в этом ряду и на левую леску мы подцепляем 2 соседние бусины. Таким образом завершая ряд. У нас на леске 3 бусины. И мы набираем еще 3 желтые бусины. И вот тут-то у нас возникает первый раз ситуация, когда нам нужно сделать соединение не в розовой бусине, как мы делали все это время, а в желтой. И вот сейчас мы не будем делать петельку, мы возьмем левую леску и направим ее навстречу последнюю бусину, навстречу правой леске. Таким образом у нас соединение получится такое вот плавающее, в отличие от предыдущих, но благодаря этому мы сможем продеть еще одну леску вот в эту бусину, когда будем делать ножку. теперь мы подхватываем на левую леску, которая только что была правой, подхватываем соседнюю бусинку. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыку. Играет музыка.